Новости за 24 января. Ну вот, короче, внесли законопроект о конфискации имущества за все эти статьи, короче, политические. Говорят, все уже там, все практически проголосовали, вот-вот примут. Ну, в СМИ путинских, естественно, вот так вот все освещается. Наливая толерантность к паразитам, оставить коллаборантов без штанов. Это что говорят? Публичные призывы, это просто люди, так сказать, против чего-то выступают. Просто вот свободу слова осуществляют конституционную. И вот их тут же, значит, коллаборантами, которых надо без штанов оставить и так далее. Даже самый упоротый заукраинец тысячу раз подумает, прежде чем постить дрянь в сети. Ну, тут просто вот, поскольку расплывчатые достаточно все вот эти фразы, какие там действия направлены на нарушение целостности, в чем там эта дискредитация армии, да? Там, по-моему, еще есть такое, что-то там против государственной безопасности высказалось. В общем, очень расплывчатые, потенциально могут практически любого, кто критикует текущую политику государства на этот счет. А текущую политику, в принципе, мы можем критиковать как граждане, у нас конституцию еще не отменили. Ну и вот такими вот всякими ругательными словами это все сопровождают. Кстати, возможно, вот эта конфискация, возможно, мысль этих, так сказать, законодателей в том, чтобы найти денег на спецоперацию. Я тут уже из клипа в клип говорю, что основная причина, по которой она будет проиграна, это именно экономическая. Потому что экономика России очень плохая, недостаточная. Какие-то есть страны, вот типа Китай, Индия, в которой достаточно развитая экономика, но туда только экспорт сейчас организуют. То есть вот продают газ в Китае и в Индию, и рупии не знают, куда девать. Все уже, по-моему, уже даже общественности в курсе этой проблемы, что у нас, короче, сейчас на счетах рупии с юанями, у всех наших великих газовых компаний, еще с юанями более-менее понятно, а с рупиями совсем непонятно, что делать, да? Вот, возможно, это такой вот вариант, что, дескать, все вот, кто против спецоперации, вот они не хотят платить там, не хотят, значит, воевать и так далее. Вот, давайте сейчас они нам заплатят еще вот эти как раз за спецоперацию, конфискуем-ка у них все имущество. Возможно, такая тут идея. Ну вот, ребята, что, на путинской территории фактически никакой свободы слова нет для тех, кто против абсурдных решений правительства. К сожалению, там надо быть осторожными с высказываниями, если хотим выжить. Я уже просто вот камикадзе, я уже не смог молчать, все равно уже сказал все, что хотел. Мне уже нечего терять, вот конфискуют, видимо, имущество рано или поздно. А второй вывод, работать сильно не надо. Все равно все накопления могут забрать, да? Если мы уже, так сказать, засветились в оппозиции некоторой, хотя бы и духовной. Копить нет смысла. Но, честно говоря, накопления могут из-за инфляции прогореть, без всяких репрессий. Так или иначе, им деньги на это нужны. Они будут их добывать вот такими способами, конфискациями, привычными для наших, значит, наследников-то, Ленина, Сталина. Они либо будут конфискацией, прежде всего, у врагов режима, да? Как они врагами считают все, кто мыслит самостоятельно. Либо они устроят инфляцию, как они постоянно это устраивали еще в гражданскую войну, да и во Вторую мировую. Выпустят кучу денег, все ваши накопления все равно прогорят. Так что работать особенно-то смысла нет. Можно оторваться в ожидании неминуемой гибели от неадекватной власти. Ну, или вся надежда на Надеждина. Ну, кстати, вот Надеждин имя, возможно, специально подобрали. У нас же политика во многом спектакль. Вот кто двигает инициативу это по конфискации? У него фамилия какая? Володин, да? Волода это на старосибирском и на старорусском языке. Волода это Влада. Власть, то есть, да? Вот, Володин как бы от власти двигает конфискации. В то же время есть и Надеждин. Какой-то вот спектакль буквально разыгрывается с говорящими фамилиями, знаете, вот в стиле фанвизина, да, у которого там всякий правдин там, все такое. Похоже на то. Ну, или так случайно совпало. Да, действительно, на Надеждина сейчас многие надеются. Может быть, если остановится хотя бы спецоперация, вот это вот все, вот конфискация имущества, за высказывание в социальных сетях, или вот как у нас сибирского движения судят ребенка там за то, что он какую-то картинку там сделал про Путина со свастикой, я уж рассказывал. Да, вот его будут судить скоро в Новосибирске, в ближайшие дни. Ну, абсурд, абсурд. Может быть, хоть если спецоперация прекратится, может быть, тогда полегче уже будет и хоть что-то тут улучшится, я не знаю. Ну, из не относящихся к политике вещей, в соцсетях я на Фейсбуке-то остаюсь, которые экстремистской сети, там я с иностранцами в основном, правда, общаюсь. То есть, там всякие лингвистические сообщества международные, вот интересную схемку французы повесили, это вымершие романские языки. Вообще-то, был даже британская латынь, была вот в Британию, вообще-то, заселяли романы язычные, и там была прям вот британские латины, британский романский язык. Вот как французский, там испанский, да, в Испании, Испанию заселили римляне, там испанский язык. Вот был британский язык, но романский, интересно, да? Правда, вымер уже в 8-м столетии нашей эры, а вот африканский романский аж до 15-го века держался. Вот Далматинский в 19-м умер, я говорю, что Италия на эту полосу всеми претендовала, потому что язык там романский всегда был в Далмации, и весь 20-й век еще претендовал, еще во Второй мировой будет претендовать. Так вот, Далматинский-то он был хоть зафиксирован в 19-м веке, он был записан. А африканский романский был аж до 15-го века и нормально не записан, к сожалению. А это родной язык Августина, вообще-то, который святой считается. Был он панонский романский, до того, как заселили венгры, там был аж панонский язык свой, тоже на романской основе. Ну, правда, времена были темные века, и особенно много записей нет. Но вообще-то интересно, было бы вот эти вот языки, хоть какие-то, чтобы реконструкции-то у них были. Иуда французский, по-моему, остался, да, вот из этих всех. Из фильмов, смотрю 2007-го года фильмы, так что обзоры 2007-го где-то в понедельник планируются. 2006-го только что прошел обзор, еще досматривают, там хорошая посещаемость на эти фильмы. Но я за посещаемостью не гонюсь, если бы я гнался за посещаемостью, другая бы совсем структура канала была. Мне зачем посещаемость, чтобы донесли. Кстати, если вот эти идут репрессии прямо с конфискацией имущества, я вынужден банить тех, кто тут защищает Путина. Это даже не какая-то вот там мое нежелание с ними разговаривать, хотя и нежелание тоже есть. Вот с ними начнешь разговаривать, они же доносно тебя напишут. Вот как бы ты думаешь, как им доказать свою позицию, а они думают, как на тебя донести, чтобы тебя имущество конфисковали. С этими вот, которые за Путина, с ними просто опасно сейчас разговаривать. Вот в таких условиях, когда за высказывание может быть реальный срок с конфискацией имущества. Я вынужден их просто банить и не обсуждать вообще с ними, что бы то ни было. Для меня это не оппонент, а доносчик. Поэтому я тут забанил пару путинских и дальше это сам буду банить. А что теперь с ними? Не разговаривать же с ними, не отвечать же им. Вот уже ты отвечаешь, а для них это ты им пишешь, значит, компромат, чтобы они тебе имущество конфисковали. Ну вот кино-то какие смотрел, тем не менее, хотя 2007 год уже смотрю. Наполеон, новое кино. В принципе нормальное. Сразу там с революции начинается контекст, хорошо задан. Для многих историков западных французская революция закончилась именно с Наполеоном. То есть он у них к революции относится. Это у нас традиция ленинская, где революция на Робеспьере кончается. У всех вообще-то кончается, ну как минимум, когда вот Наполеона императором провозгласили, это как минимум, а как максимум она кончается после Наполеона. То есть Наполеон вообще-то относится к теме французской революции в всех головах. И в этом западном фильме это правильно сделали. Феерический Робеспьер имеется, примерно походящий на реальность. Рожи вечно у них какие-то загадочные. Но в целом хороший исторический фильм, нормально смотрится. Единственное, чересчур много Жозефины, но это общая проблема вообще всех западных фильмов этих исторических. Да уже и наших, наши уже скопировали. Общий недостаток современных фильмов. Обязательный этот секс. Зачем это все, вот как он там ебал Жозефину, выяснял примитивным образом с ней отношения, с любой бабой таким же способом выясняют. Вот за хуй это читать, это смотреть в смысле. Но я это прокручивал, ну так вот по моим ощущениям, такой прокрутки, но не меньше третьей фильма. Вот начинают опять эту ебань, я просто так плюс пять минут, там хоть история какая-то начинается, хоть что-то интересное. А вот как бы история там нормальная, если Жозефину пропускать и ебань всякую. Орландо посмотрел, я тут про Вирджинию Вульф сделал обзор просто на основании литературоведческих пересказов, правда литературоведческих нормальных из учебников литературоведения английских. Ну вот, а ни одного ее произведения я не читал, как я там откровенно признаюсь, что со мной, кстати, редко бывает, но вот как-то Вирджиния Вульф мимо меня почему-то прошла. Ну вот, поэтому я посмотрел все-таки фильм Орландо, экранизацию мне тут рекомендовали, по-моему, в дискуссиях. Ну что могу сказать, в основном там про Елизаветинское время, в основном, то есть про 17 век, там вообще какой-то такой исторический. Есть некие пародийные русские странные, совершенно не походящие ни на что вообще, в особенности на русских. Довольно медленный идет, много условных сцен, и вероятно это отражает темп оригинального произведения. Высокопарный закрученный язык, ясен, хрен вообще этого на русском нет, на английском я это смотрел. Шекспировский прямо язык такой, витиеватый у большинства персонажей, видимо, вот так вот она 16 век изображает, и я думаю, что это реально передают стиль Вирджинии Вульф, модернистки. Частично говорят вообще стихами половину фильма. По поводу сюжета о трансформации в женщину. Он есть, но явно не гомосексуальный, как я даже подумал в обзоре. Это точно не ЛГБД, это феминистический сюжет, и она постоянно подчеркивает эти смыслы. То есть вот он там, когда из мужчины становится женщина, и он говорит, вот я стал женщиной, а человек я все тот же. То есть у нее эта трансформация не гомо, а она у нее просто вот про феминизм. То, что человек от тела не зависит, и все такое. И феминистических пассажей много там произносит герой по ходу фильма. В общем, порнухи там на самом деле никакой, там довольно нудный, такой манерный, архаизированный феминизм, я бы так это определил. На самом деле, в общем-то, определенная тягомотина. Эксперименты с языком, которые у модернистов полагаются, у нее больше в пользу архаизации, и какой-то вообще такой вот язык ненормальный. Потом она как-то в XVIII век, по-моему, прыгает, и как-то совсем все это как-то задрючено становится. По-моему, даже в XVIII веке так не задрючивали. Но Гулливера я читал в оригинале, но, по-моему, все-таки там полегче язык, чем она выдрючивает. Вот такое у меня впечатление, вот так вот. Вот только что, в принципе, смотрел на английском в оригинале Тарланда. Девять жизней Нестора Махно я смотрел в нулевые, даже раза 3-4, будучи анархистом. Сейчас я скачал это для обзора фильма 2006 года, решил опять пересмотреть. То есть, наверное, я в пятый раз пересматриваю Девять жизней Нестора Махно. Но, кстати, оно хорошо забывается, потому что оно же большое, длинный сериал, половину я тут как новое смотрю. Хотя я точно это смотрел раза 4, в нулевые. Ну, в принципе, интересно. Вот после того, как я прошел уже по всем этим хроникам Гражданской войной, причем я же возглавлял сообщество там по Гражданской войне, исторические документы все читал. Тут, прежде всего, в этих девяти жизнях Нестора Махно в глаза бросается документальная основа. Определенно, они собрали мемуаров, и почти все по реальным мемуарам сделано. С цитацией документов очевидной совершенно. Вообще никакой художественной не вижу, так что можете даже считать, что это экранизация, скорее всего, мемуаров самого Махно, которые я полностью не читал, но фрагментами читал, да? И других всяких мемуаров и документов о Гражданской. То есть, можете считать, что кино вообще документальное. Я особо вот там не вижу, что-то там, чтобы было даже вот наврано, хотя обычно в исторических фильмах у нас много врут. Так что, в общем, в этом плане рекомендую, даже не потому, что это про анархистов, а за честность фильм хвалю, рекомендую его за документальность. Ну, вот, пожалуй, такие у меня дневниковые новости за сегодня.